В этом выпуске Inscryption вы увидите чудовищные эксперименты с картами Летающий огромный мутант И самое сложное испытание в моей жизни Я кажется пройду это испытание Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами продолжаем путешествие в игре Inscryption И в прошлый раз мы надрали задницу, очень хорошо надрали задницу нашим боссам-обидчикам Этим задирам дурацким, которые такие рисовались передо мной своими кирками Чё-то там махали крюками, а я в итоге всех худел пчёлками Рабочими пчёлками, обычными Итак, мы можем получить с вами новую карту Я думаю это нам надо сделать обязательно Велорок хорошая штука Гриф индейка очень хорошая штука И кресиный король А когда карта с этим символом погибает, вы получаете 4 кости вместо 1 Нет, давайте вот возьмём его Прекрасная штука Короче, моя тактика сейчас новая И главный приоритет это стараться атаковать именно самого босса А не его дурацкие карты Вроде бы сейчас у меня есть такая возможность благодаря моим пчёлам Сейчас посмотрим, может что-нибудь интересное нам дадут Так Смерть Надо помнить себе, что это значит, когда карта с этим символом наносит обидчику урон Тот сразу погибает Кстати, очень крутая штука Но Блин, но мы же не можем два тотема использовать, да? Мы не можем два тотема использовать Не можем Давайте всё-таки придерживаться нашей тактики Классно Это белка Пчела Дел Но потом, если что Будем Попробуем Не знаю, посмотрим Короче Так Против животного какого-то сразиться Что у нас будет на пути? Карта Чё-то там Какие-то Сундуки Жертвенник Вот это давайте Лучше сюда пойдём Вот сюда бы я пошёл на самом деле Заодно попытаем счастье Монстра кого-то с собой взять Так, белка Дельфин А, длинный олень Дельфинный олень Гриффиндейка Высер Прекрасные карты На самом деле Мне очень нравится О, лось Сразу против меня Дела плохи Семь Он мне сразу вынесет, кажется Так Мы сделаем вот таким образом Схитрожопим Поставим сюда белку А, поставим сюда белку Он будет постоянно бить по ней Но потом будет идти вправо Мы будем под него белку подставлять Каждый раз Так Берём белку Ставим под лося Раз При этом Можно поставить пчелу И пусть высер атакует Собаку надо атаковать на самом деле Давайте сюда ставим пчелу Ставим высера Сейчас кранты собаки будут И здесь, да, у нас плотина Нас защитит Точно Забыл, кстати, про это Опа Ах ты сволочь Ладно Белка Спасибо Ставим Под него Потом У нас уже три Ещё чуть-чуть И можно будет оленя впендюрить Пчела Будешь атаковать сейчас Готовы мы Готовы мы Готовы мы Крот подох Всё Начинаем уже Первый урон наносить Так. И, кстати, да, высера убили в итоге. По-по-по-по-по-по-по-по. Как нехорошо. Как нехорошо. Сейчас олень... В принципе, оленя можно поставить реально сюда. Давайте возьмем белку еще одну. Что мы делаем? Вот олень, который будет бить по этой белке у нас. Стоп. Собака. Собака будет бить, получается. Блин. Ну, тогда мы что ставим? Что ставим? Оленя будем ставить? Нет. Чего поставим? Оп. Раз, два, три. Хорошо. Что у нас есть? У нас есть белька. Сколько? Раз, два, три. Ага, отлично. Ставим грифа. Ему жопа. Собака его... Нет, собака его не убьет. Не убьет. Мы ставим... Что у нас тут есть? А, сейчас. Как раз таки мы поставим белку. Вот собака перейдет сюда. Сюда поставим пчелу. Которая сделает больно его хозяину. Раз, раз, раз. И мы победили. И мы победили! Вот она как делается! Слушайте. Кажется, я начинаю прям действительно разбираться в этой игре. Не без помощи вас, ребят. Спасибо за ваши советы, которые вы в комментарии пишете. Я... А часто я игнорирую всякие подсказки по играм, потому что вы иногда спойлерите. Но в такой игре хорошо, когда вот вы можете подсказать, у вас есть уже опыт, вы можете подсказать какую-то тактическую прикольную фишечку. Вот. Я ее сейчас не пользовался, но спасибо все равно. Я пользуюсь пока своей тактикой. Испытание мудрости. У трех случайных карт должно оказаться три разных символа. Забыл, что нужно читать выразительно. Ну и так. Испытание мудрости, значит. Три разных символа должно быть у трех карт случайных. Испытание силы. Четыре очка атаки должно быть как минимум. И здесь у трех карт должно быть пять костей. Пять костей! Херня. Херня. Есть! Вор! Ворон, точнее, гриф индейка, спасибо. Ты прошел испытание. Так, что мы берем? Сцинка. Олененок. Что это значит? Достойная жертва. Когда карта с этим символом приносится в жертву, вы получаете... А, три капли крови. За олененка три капли крови. Или... Что это? Землекоп. Когда противник целится в пустую ячейку, карта с этим... А. Кошка. Так. Давайте возьмем оленя. Если что, мы сможем его принести в жертву. Блин, как здорово все получается пока что. Пока что идем хорошо. Теплый свет костра привлек твое внимание. Так. Плюс одну атаку. Кому мы можем атаку сейчас прибавить? Нет, нет, нет. Он не хочет. Гриф или олень. Гриф и так хорошо бьет. Вот оленя, он стоит всего четыре. И можно ему хорошую атаку, да. Давайте его прибавим. Все. Моя интуиция подскажет, что больше не надо. И поэтому я забираю. Там мне пишут, пока я записываю видосы. Не смейте. Так, у нас босс. О, там будет еще одно испытание. Еще одно испытание. Возможность получить какую-то карту. Так, белка продолжает нести пчел. А они несут мед. О, нет. Два взрослеющих оленя и альфа, которая даст нам. Надо от альфы избавляться в первую очередь. Кто у нас здесь? Так, это получается 2-2 и 1 урон. Очень плохо. Прям очень плохо. Давайте минимизируем. Вот сюда поставим белку пока что. Если мы сейчас принесем оленя, то его убьют сразу. Его надо куда-то вот сюда оставить. Попробуем, ладно, рискнем. Раз. Блин, как же много там всего. А, жесть, жесть, жесть. Значит, смотрим. Берем белку. Ставим сюда белку. Сюда ставим... Сюда ставим пчелу, наверное. Так. А, нет. Надо убить этого оленя. Приносим жертву пчелу. Вот сюда. Вообще, надо альфу, конечно, грохать в первую очередь было. Ну, ладно. А, ладно, хорошо. Просрал. Я просрал! Вот это неожиданно. Смотреть больно. Нежно, я просрал. Ой, больше нельзя просирать. Хорошо, следующее испытание. Испытание родства. Две из трех случайных карты должны оказаться в родстве. Нет. Испытание силы. Четыре очка атаки. Четыре очка атаки. Испытание мудрости. У трех случайных карты должно оказаться три разных символа. Я не помню, какие у меня символы есть. Четыре очка атаки. Давай. Три. Вот это мне, блин, хорошо. Фартит, фартит. Так, я могу взять еще одну. Мы бы взять альфу. Пять костей. Или еще одного грифона взять. Давайте альфу возьмем. Тут, на самом деле, не знаю. Я не стал брать ту карту, которая шипит. Она может что-то хорошее дать, а может что-то нет. Так, погодите. Мы должны что-то принести. Нет, 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 нет. Так. Я забыл, что будет, если я это сделаю. Какая у нас фигня происходит. Я забыл, честно. Прям забыл. Вот вообще забыл. А, черт с тобой, давай тебя принесем. Я не помню. Правда, не помню. Я приму это. Вот она любит, когда что-то с ней происходит. Так, что это? Что это за карта? Фиг его знает, что это за карта. Так, мы можем пойти. Сюда, либо вот сюда. Давайте сюда пойдем. Что это? Что это за карта? Сразу дает кость. Вот что это за карта. Я понял. О, блин. О, блин. И крот. Он будет защищать от летунов. Ой, какая плохая штука. Ну ладно, будем дубасить этого крота, значит. Шесть ударов по нему придется нанести. Так. Давай, лось. Будет сейчас получать. Три. Он сразу убьет моего ворона, да? Но я могу сразу нанести два урона. Если я поставлю. С другой стороны. Не. Пусть лучше будут оборонительные белки. Так, там будет олень. Потом у нас. Хорошо. Под лося поставим белку. Блин, одни защиты вот здесь. Офигеть он, тварь. Конечно, тварь полная. Ладно, будем атаковать. Надо было сюда ставить. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас еще одну белку у нас будет. Оп. Че там? О нет. Че там у нас? Олени. Короче, жесть. У меня сейчас походу... Меня нахлобучат, кажется. Так, давайте возьмем. Берем. Сюда ставим пчелу. Хорошо. Каждому навалял. Окей, окей, окей. Значит. Под лося опять же ставим. Сюда ставим. Сейчас мы убьем маленького оленя. Сколько у нас? Пять штук. Ой, поставить альфу можно на самом деле. Конечно, альфу поставим. Вот сразу два будет. Так, хорошо, 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 хорошо. Ничего, ничего, ничего. Продолжаем это делать. Продолжаем это делать. Мы закупорили этого чувака. Надо было альфу убрать на самом деле. Она разрушит мне барьер. Но она всего один, так что еще четыре хода. Ставим сюда белку. Ставим сюда пчелу. Нормально. Бьем. Так, теперь хуже, кстати, дела обстоят у нас. Очень плохо дела обстоят. Короче, берем белку. Ставим сюда. У нас будет два и два удар. Пипец. Там еще один олень. Лось будет перемещаться. Блин, может посражаться чуть-чуть? Например, волка сейчас поставить вот сюда. У него будет четыре урон. Он сразу нанесет урон. Блин, ладно, рискнем. Давай. Хоп, хоп. Тупка, я тупка. Я сделал плохо. Сейчас будет сразу пять. Ой, блин. Ладно. Я победил. Фух. Нет, все нормально. Все нормально. Ой, как я испугался. Так, куда пойдем? Испытаем еще удачу. Давайте испытаем удачу. Такая паника сразу. Ой, люблю эти эмоции. Игра очень много эмоций достает. Испытание силы. Должно быть четыре. Ну, это, кажется, моя игра. Родство. Не вжепа. И здесь разные символы. Я вот это беру. Пожалуйста. Пожалуйста, четыре. Опять? Три. Ну, все, я выиграл. Халява. Просто халява, ребят. Я люблю это. Итак. Что это? Кролики. Крольчатник. Койот, он будет расти со временем. Крысиный король. Четыре будет кости. Кролики. Значит, на доске появляется карта с этим символом. Вы получаете кролика. Кролик сил. Ага. Кролик ничего не дает. Зато вот я возьму койота. За кости будем сражаться. Так. Пожалуйста, вот предметы. Наконец-то. Опоссум в бутылке. Что за жалкий опоссум? Что дает? Бутылка с замороженным опоссумом. Пользователю. В вашей руке появляется замороженный опоссум. Опоссум в бутылке. Сил 0, здоровье 5. Разморозка. Так. Пользователь, в этот ход ваши существа будут атаковать так, будто иметь символы летунов. Вот это хорошая штука. Я думаю, ее мы и возьмем. Далее. Взять... Взять ли опоссума в бутылке? Либо взять белку еще. Блин, это интересная штука. Я, конечно, рискую очень сильно. Но давайте возьмем опоссума в бутылке. Я не знаю. Нас ждет босс. Третий босс. Перед тобой стоял человек, которого ты узнал моментально, что это был охотник. Ты потянулся к его товару, но охотник тебя остановил. Прости, но сегодня ты подаришь мне шкурку. Хорошо. Мне сразу дали кость. Спасибо. Белка. Так, что у нас? О-о-о. Странная лягушка. Хорошо. Они все... Они все, блин, будут отражать... Черт. Они все будут отражать мои полеты. Давайте возьмем опоссума. Его можно поставить куда угодно. Поставим вот сюда, например. О-о-о. Так. Высера. Высер защитит меня. Поставим сюда. И вот сюда. Все. Бам. А тут что это? Какой-то капкан. Стальный капкан. Когда карта с этим символом погибает, существо, напротив, так же умирает. А вы получаете пушнину. У. О, жесть. Это лягушки-капканы. Ни хрена себе. Так, берем. Пока ничего не можем сделать, да? Пока терпим. Так, сдохло. И сдох я. Охренеть. Класс. Но зато у меня есть шкура. Так, все. По мне пошли удары. Что делаем? Как поступаем? Ставим белок. Да, ставим белок. Все правильно. Этот пока еще будет долго бить. Раз, два, три, четыре. Сейчас по нам ударят. Раз, два, три. Так. Отлично, отлично, отлично. Этот ударит вообще соснул, как говорится. Будем пчелами обходиться пока что. Да, пожалуй, сделаем так. Будем набирать себе пчел. Могут сразу оленя принятюрить, а? Он сразу грохнет эту жабу мерзкую. А счет атаковать. Давай, черт с тобой. Оставься. А здесь мы сможем... Ладно, давайте пока не будем ничего делать. Раз. О, он еще и даже спать лег. Молодец. Так. Что у нас? Пчела, пчела. Сейчас пчел наберем лимит. Белка. Остальное ждем. Раз. Гадюки пошли, твари. Опа, опоссум. Вот опоссум. Молодец, хороший опоссум. Так, еще одну белку поставим сейчас. Раз. У нас просто куча пчел. Ставить пчелу или нет, как вы думаете? Мы сейчас... Нам придется дальше бить, я не знаю. Я просто не знаю, что ждать от второй фазы этого охотника. Ну, давайте поставим пчелу, ладно. Попробуем. Освободим. Пусть гадюк уходит. Так, еще одна шкура. Окей. Сейчас будут удары. По мне. Черт. Черт. Все, начинается теперь файт по-черному. Так. Ставим белку сюда. Ставим. Блин, я могу уже на самом деле... Да, я могу уже воспользоваться этим грифоном. Который, пожалуй, пусть действует. И сюда ставим пчелу. Раз. Два. Блин. Черт, я грифона лишусь. Точно. Это же гребаные лягушки. Окей. Ставим. Ох, жалко, я не могу... Не могу ничего сделать. Если... Я просто солью их. У меня столько пчел теперь. Ах. К сожалению, к сожалению. Ладно. Сейчас. Бам-бам-бам. Сдыхает грифон. Будь все проклято. Шкуры эти дурацкие. Вот продам их потом. Так. Что там происходит? Что происходит? Так. У меня... Значит, волка сейчас грохну. Теперь мы можем... На самом деле, пора бы уже и... Честь знать пчел ставить. Давайте возьмем отсюда что-нибудь. Кого это мы взяли? Очень странная личинка. Давайте воспользуемся. Поставим, значит, сюда пчелу. Поставим сюда пчелу. И странную личинку. Оп. Вот здесь она будет. Так. Ну и сюда странную... Ой, странную. Обычную пчелу. Стандартную пчелу. Раз, два, три. Отлично, личиночка. Она еще подрастет у нас. Что мы можем взять? У нас две пчелы всего. Много шкур. Давайте возьмем белку пока что. Еще посмотрим, что там будет. Нам надо просто пчел поднабрать. Как большая колода. Давно такого не было. Хорошо, победа! Хорошо, победа! Хорошо, победа! Так. Вот сейчас что будет? Сейчас что будет? Шикарная пушнина. Но круговорот не остановить. Так. Теперь кто он? Давай меняться. Сильные карты. За них я возьму только лучшую пушнину. А, все, хорошо. Так, хорошо. Какие карты мы берем? Может быть, виллорога взять? Может быть, лося взять? У меня нету... Три... Нужно три... Вот гризли, например. Гризли хочу. Бери, кого можешь. Но помни, оставшиеся карты будут сражаться за... О-о-о-о! Блин, здесь, конечно, сложно. Здесь сложно. Я чувствую, как здесь сложно. Погодите. Нам надо решить, кто будет сражаться за него. Гризли летает. Плохо. Грифон летает. Тоже плохо. На самом деле, лучше всего забрать у него гризли, потому что он будет пробивать через мои карты. Только грифон. Вот грифон, он просто легче его будет замочить. Остальные все будут... Да, берем гризли. А, стоп! У меня же еще есть шкурки. Тогда я возьму... Грифона. Слушайте. Возьму акулу. И лося. И виллорога. Я бы выбрал другое. Ну, как бы... Мне нравится. Опа! Личинка! Мотра! Вот как он называется. Вспомнил. Это же Мотра из Годзиллы. Офигеть! Че, все. Начинаем сражение. Атака? Какого хрена происходит? Я не понимаю. Так, это гончая. Мы сразу начнем по-крупному атаковать? Или как? Например. Например, гризли летающий. Ладно. Нет. Сначала надо акулу поставить, мне кажется. Три. Три жертвы для нее нужно, правда. Единственное, что... Нет, погодите. Блин. Три гризли это фигня. Ладно, давайте пока подождем, на самом деле. Что он там дальше будет делать? Посмотрим. Оп. Я выиграл. Я выиграл с одного хода. Ха-ха-ха. Есть. Ты пока не умрешь. Я сразу третьего босса поимел. Возможно, у тебя устроит что-то из этого. Что там еще будет? Туз. У Раюли четыре аж, блин. И амальгама. Какая хрень. Псовые, копытные, рептилии, пернатые, насекомоподобные. В амальгаме есть все. Это как трика прям из The Last Guardian. В ней все сосредоточено. Хорошо. У Раюли, он, конечно, крутой. Просто непобедимый, я бы даже сказал. Ну, вот здесь вот, типа, любая... Любой баф будет прибавлен вот сюда. Вот что, хорошо. С другой стороны, вот эта штука, учитывая, как мы набираем с вами пчел, который можно использовать в качестве жертв. Ладно, давайте по силе пойдем. Что будет дальше? Расправившись с охотником и лавочницей, ты продолжил путь. Вдалеке замерцал свет. Конец был близок. Серьезно? Нам нужна другая карта. О-о-о-о. Все. Погодите, погодите, погодите. Надо походить, походить, посмотреть, что здесь есть. Как это вот это вытащить, я не знаю. Здесь пока ничего нового не появилось, кажется. Давайте пообщаемся с Лизуном. проигрыш рыболова облегчил мои страдания у меня с этим горе рыбаком свои счета я уже это уже говорил смог меня одолеть но еще не все потеряно невыносимой агония а он не будет говорить про лавочника зажигаем хорошо были ну ничего нового здесь нету заберем зубчики друзья ответственный момент у нас карта что мы решаем что мы выберем коинь бонус но у меня нет у меня по-моему все забито значит ручную крысу не дадут или же мы кого-то наделим какой-то способностью мне кажется что нужно вот это сделать так что если мы наделим вот эту хотя эта штука вот если мы ура юли наделим способностью ворона летающую способность до летающий огромный мутант ну что мой взгляд приковала маленькая хижина и и свет стал для тебя маяком в гнетущей ночной тьме наверняка наверняка эта хижина положит конец твоим училим не положит не положит о нет стало еще темнее это как гензель и гретель а это как баба яга из гуше избушка на парик на пурьих ножках что-то меня язык заплетается мы можем быть смотрите мы идем деревья очень странные если смотреть по сторонам будет какие-то бонусы на всякий случай может какой-то сюрприз будет что это такое такие доспехи по 6 это жутковато я сам я сам стал фишечкой фигуркой что это что это в нескольких шагах от хижины тебе был уготован шанс я не даю свои дары кому попало если пройдешь мои испытания получишь почетную награду испытания плавниковых у одной из трех случайных карт должен оказаться символ амфибии у меня есть такой испытание проворных у одной из трех случайных карт должен оказаться символ бегунов и что это и слишком много ковырял в носу я кажется пройду это испытание испытание кольца если в твоей колоде есть кольцевая карта ты моментально проходишь испытание у меня больше шансов мне кажется вот это плавниковых у меня их несколько начнется испытание раз два а есть плавниковый победа господи ты получишь один из моих драгоценных даров карты способны изменить исход игры тебе даже не придется искать их в колоде дар козьей крови в начале каждого раунда на доске будет лежать черная коза дар леса в начале каждого раунда на всех ячейках владельца будут стоять пихты и дар сорочего ока когда настанет время взять новую карту можно выбрать любую карту из своей колоды блин коза повторим это еще раз испытание крылатых у одной из трех случайных карт должен оказаться символ летунов испытание раритета одной из трех случайных карт должна быть редкая карта и испытание шкур даже пушки я вот думаю вот это у меня больше шансов на насчется испытание крылатых будем надеяться спасибо гриф индейка господи как много эмоций карта символом летунов победа он не нравится ему не нравится что мы выигрываем дар амбид экстрим амбиды амбид экстрим в начале хода можно взять сразу две карты кайф дар леса в начале каждого раунда на всех ячейках владельца будут стоять пихты и дар повелителя костей начале каждого раунда дается сразу восемь костей две карты возьмем и кажется это нам поможет продолжаем наш путь ребят забавно что мы сами стали фишка игра нет тебе удалось получить оба моих дара я редко это говорю но я впечатлен что и он что дерево ты был достойным соперником но к сожалению скоро я придам тебя смерти в смысле что это значит ты будешь читерить он хочет читерить потому что у меня слишком хорошие карты и слишком хорошие условия он наверняка не дурак и что-то придумает что-то предпримет что происходит это ты а ты не торопился как я вижу у него грибы из рук растут он есть дерево жду не дождусь новой игры готов играть нет погоди это пока нельзя использовать погоди но я же хочу нет все мы не можем надеюсь ты хорошенько подготовился не мог отойти от стола надеюсь я хорошо подготовился неужели начну заново так дымный король быть может добавим еще одну на всякий случай ух ты ублюдок ах ты говно так сразу коза сразу кость сразу белка прям с порога ура юли мне нужно стоп а у меня коза а у меня коза а я чё получается на богомола будем атаку у ребятушки у ребятушки я сейчас это сделаю во первых густуды мы можем просто так поставить он будет атаковать это хорошо ура юли бам бам вот сюда больше ничего не могу взять не могу бой так хоп сдох нет он будет использовать свойства всех у меня сейчас заберет ура юли ура юли заберет нет начале каждого раунда должна быть коза где коза грёбаный ствол хорошо берем белку а есть ну чё возьмем еще одну белку или возьмем вот это я же не знаю давайте возьмем карту так отлично олень очень хорошая штука очень хорошая штука и так значит ставим ставим и ждем и пробуем давай хоп-хоп-хоп я победил есть хорошо ты ловко защищался от редких существ но истинное испытание ждало впереди перед тобой появились темные силуэты в их глазах виднелось не только осознание родства но еще и глубокое чувство вины они тебя предали пися пися предал меня эту карту я часто вспоминаю с теплотой я тоже я так и не смог применить в деле ни разу ну луи вообще плевает на тебя луи хорошо так давайте брать белку но у меня есть еще вторая ага и тут у нас личинка мы не можем ставить личинку ее убьют поставим белку получим пчел пробуем раз сволочь нет погодите я не получил за них пчел я не полуп я не полупчил пчел берем белок вот эту полный урод на самом деле хорошо ладно зато я сейчас могу поставить всех остальных блин обидно за ураюли рыбак ой забирай ой забирай вообще плевать а не так что посмотрим что тут есть что лежит раз альфа здорово слушай час альфа это интересно сейчас грифона поставим и альфу а не мы не можем поставить грифона я думаю я поставлю вот сюда личинку одну давайте начнем белку ты должен взять карту берем карту возьмем одну белку поставим личинку будем надеяться что она вырастет сюда она под прицелом у нас ставим белку вот все раз ой забрал забрал ничего себе так черт черт начинается битва ооо нет 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 но три но три он выживет он выживет он выживет веживит что попробуем с альфой что нибудь сделать поставим давайте возьмем одну белку и возьмем карту высер блин хорошо так значит ставим вот сюда вот сюда грифона поставим так теперь ставим белку ставим блин на самом деле нет пчел нам нужен расходный материал я просто боюсь что он опять как нибудь мне запорит все мои крутые карты я их начинаю что-то ходить ими пчела получилась отлично так начинаем наносить урон да отлично еще одна свечка так что теперь ты предпримешь проклятая луна ооо Евгений я подсобил тебя ты победил лишь благодаря мне спасибо спасибо луна в кои-то веке я рад тебя видеть оооо мне так приятно это слышать я уверен и подписота тоже очень счастлива идите ко мне мои родные так хватит домогаться мои подписоты одно дело я другое дело блин мои подписчики я за них порву порви меня как хочешь блин все перестань она привносит драматизм но в игре от нее никакой пользы нет а что если что вот теперь от нее есть польза смысле луна бьет сразу по всем по одному но у нее 40 я конечно не знаю это меня байтят сейчас или как то есть они хотят вытащить все мои крутые карты типа я так готов поставить вот сюда что у нас есть этот я бы готов высера поставить ладно давайте возьмем у нас есть одна белка давайте одну белку возьмем и одну карту отсюда койот ладно поставим высера бьем хорошо было очень хорошо было смотрю че есть волк сколько у нас белок по прежнему две белки пчела есть отлично так олененок хорошая штука опробуем раз в один о как мне хорошо вынесли что ж белка и белка больше у меня нету никаких но мы сейчас в принципе сразу убьем эту луну на самом деле и начнется просто битва тысячелетия на самом деле хорошо нам нужно поставить две белки чтобы вызвать волка раз потом мы можем поставить койота лучше оленя поставим его даже не смогут кацануть поэтому давай вперед белочка сюда жалко альфу убили очень обидно ой а чёрт ладно поставим койота чёрт чёрт ну ладно получим пчелу чёрт я победил я победил ты и вправду уничтожил луну прости луна пожалуй теперь тебе осталось только покончить со мной или продолжай что я победил погодите мне не нравится к чему всё идёт ну ладно давайте попробуем вот мы победим его сейчас а я его кажется я победил упс что происходит что это был за торт с дерьмом что это было это было come works works что 400 минут кто это что это за чувак вот чёрт погодите что вот чёрт хорошо мы смотрим очень странно привет всем картёжникам с вами Лаки и это очередная распаковка карт сегодня открывай набор собери их всех и хочу таки найти эпического блестящего трансендога тут я добавлю эффектов с громом или типа того можете сами добавить ребят всё секундочку можете сами на самом деле добавить это ай блин нету ножа извините вот можем да на паузу жать итак дамы и господа я открываю просто иногда титры так быстро идут и я начинаю болтать что-то и не успевать читать я открываю смотрите свой первый набор у меня хорошее предчувствие очень хорошее что тут у нас наша первая редкая карта это берёзкин Не очень конкурентоспособная, но зато красивая карта. Так. Следующий набор. Надеюсь, это будет получше. Им не понравился набор. Кстати, эти карты очень шелковистые. Они такие гладкие. Не уверен, чем их обрабатывают на фабрике, но держать их сплошной кайф. Так вообще, как будто чувак... Это разработчик интересной игры или нет? Как будто он свой набор карт сделал и рекламирует их теперь. Так. Что у нас тут есть? Простые карточки. Может, добавлю. Их в свой запасной арсенал. И редкий тут оказался... Бандок! Не очень увлекательно. Но у нас еще куча упаковок. Следующий набор готовься. Этот момент я вырежу. Я так же записываю видосы. Окей, хорошо. Что тут мы сейчас узнаем? Какую-то тайну. Привет всем картежникам. С вами Лаки. Кардер. И это распаковка винтажных карт. Сегодня я открою... Супер раритетные наборы с одной... Сири! Твою мать! Заткнись! Когда я читаю субтитры. Не слушай меня. Блин. Просто телефон среагировал. У меня четыре набора inscription. Вы не поверите, как дешево они мне обошлись. Не все из вас вспомнят эти карты. Даже в действии я их встречал. Крайне редко. Почему-то они выпустили только одну партию. После чего перестали. Рынок сейчас для них небольшой, но за такую цену уже нечего терять. Тем не менее, фойлового бога, богомолов, можно продать за пару сотен долларов. Так что скрестим пальцы. Пожалуйста, что там будет? Арты, конечно, классные. Проверку временем они прошли. Редкая карта у нас здесь. Синий маг. Выглядит прикольно, но за нее много не отвалят. Так, поглядим, что у нас во втором наборе. Эту упаковку уже открывали. И вот я ненавижу в хромакее, когда бывают вот такие вот заломы. Они очень трудно кеятся порой. Если особенно используешь неправильные плагины или плохое освещение, пипец линия. Приходится вот так вот ротоскопить. Вот здесь вот очень ужасно. Это вам сразу совет. Вот этого не допускайте. До меня, надеюсь, редкую карту не стыбзили. Было бы фигово. Ну. Да, он ее открывает, хотя он сказал, что она была открыта. Ну серьезно. Кто стал бы открывать и заново запечатывать эту упаковку? А, он запечатал заново ее. Ха, на этой карте написаны координаты. Это для меня. Похоже, их вписали тут ручкой. 49 градусов северной и 123 градуса западной. 49, 123. Кажется, могу ошибаться, но, по-моему, это недалеко от меня. Что? О! Вот он пошел искать, вот в чем сюжет. Итак, ребятки. Я тут классно провожу время. Со мной тут надежный налобный фонарь и лопата. И лопата? Надо всегда быть на готове, детишки. Ну все. Начнем. Так, ладно. Ух! Мы уже близко. Наверное. Если, конечно, там и вправду что-то есть. Иначе я впустую потратил свое... О, боже мой. Что там с ним происходит? Мы можем что-то здесь убить? Ошибка. Субтитры ничего не дают. Окей. Ладно. Вот поэтому всегда берите с собой запасную батарею. Мальчики и девочки. Всегда. Нужно быть на готове. Так. Ладно. Мы пришли. Копай, чувак. Что ж там найдешь? Супер редкие карты. Может быть, может быть, богомол или того пса, который там... А теперь... Копаем. Все выглядит, знаете, так непринужденно. То есть, ничего такого супер таинственного, необычного. Да, вот эти помехи, файл поврежден, это из-за того, что батарея села. Я на 75% уверен, что это просто камень. Но есть лишь один способ проверить. Вообще, в другую игру внезапно начали играть, да? Что это такое? О боже, ребята. Я не могу поверить. Тут действительно что-то лежит. Ну, давай уже доставай, не томи, пожалуйста, быстрее. Что это? Дискета? Инскрипшн. Чего? Что за... Ребята, вы это видите? Это прямо из моего детства. Я... Я чё-то не понимаю. Я тоже. Я не понимаю. Значит, дискета. И, кстати, когда игра загружается, она показывает именно дискету. Кто вообще сейчас пользуется дискетами? 11 баксов за дисковод. Фойловый паработ Вилли стоил больше. А, я понял. Ладно, сойдёт. Ему приходится покупать дисковод для дискет. Вау, суперское видео. Окей. Ну ладно, пора узнать, что здесь спрятано. У меня ж губы пересохли от интриги. Звук, 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 звук. Инскрипшн. Это игра, которую мы начинали играть. Это стартовый экран. также продолжить. Нету новой игры. Я, кстати, забыл, что игры-то новой нету. И мы начали играть. Он начал играть. Окей, это всё. Ничего здесь такого нету, что мы упустили? Ничего нету. Можем только назад нажать. Выйти из меню видеокамеры, да. О, стоп, ты здесь? Что это за дерматор? Я редко чувствую игроков и ещё реже дарю подарки. Но ты соискатель воистину достоин. Забудь о манерах, смакуй. Это же дерьмо. Ты чем-то недоволен? Тебя ждёт приз. Ну, ладно. Идём со мной. Я просто нажал назад на S и стал есть. Встань вон там. Блин, страшно. Сфоткаем его лицо. Ататататататат. Мне это понадобится. Он меня убьёт сейчас? Соискатель, ты стал чемпионом. Я хочу отметить твою победу. Пожалуйста, пиши своё имя. Блин Неужели заново начинается все? Неужели заново? Не может быть Я проиграл? Я победил? Что произошло? Опять эта заставка Опять этот кинжал Почему игра еще не закончилась? Прошлый сыскатель смог меня одолеть Блин, все заново? Редкий случай Иди спроси у него, как он этого добился Он висит вон там, на двери Подарок от рыболова Видишь ли, недавно он был побежден И теперь желает искупить свое вино Будет обидно, если ты умудришься Проиграть старателю до встречи с ним Этот крюк цепок С ним ты можешь украсть одну из моих карт И поэтому других таких на своем пути Ты уже не найдешь Используй его с умом Твоя колода Мы начинаем заново Погодите Кто-то висит на стене Он сказал Или там, где он там висит Тебя интересует эта картина? Я видел, как из нее что-то вылезает Но только когда карты расставлены как надо Тебе все еще интересно? Сперва ты должен найти нужные карты для своей колоды А здесь ты подскажешь что-нибудь нам, нет? Слушайте, эта игра должна повторяться Здесь ничего нету Здесь мы все уже... Вон он висит Юджин висит Все Пообщаемся с ним? Я лицезрел окончательное поражение лешего Это леший То еще зрелище Но я надеялся, что ты сможешь меня освободить Чтобы это свершилось Тебе нужно припрятать в рукаве нечто особенное Зажигаем Вот оно, значит, как Мы не закончили игру Игра продолжается Окей Ну что ж, мы продолжим следующую серию Огромное всем спасибо, что смотрели Если вам понравилось, то поставьте лайк В этой серии мне прям вообще круто Не знаю, повезло И в то же время я затащил Соображая, наконец-таки Я уже больше ориентируюсь в этой игре Лучше запоминаю все, что происходило И будет происходить, вижу И спасибо Луне И спасибо вам, друзья Короче, увидимся очень скоро С вами был Юджин и всем Пять!